Ровно год назад в Керчи произошла трагедия, которая потрясла всю страну. 17 октября 2018 года в Политехническом колледже прогремел взрыв и произошла стрельба. Владислав Росляков расстрелял своих однокурсников и привел в действие взрывное устройство, когда учащиеся спустились на перемену в столовую. Тогда погибли 20 человек, 16 студентов и 4 сотрудника учебного заведения. Более 50 человек получили ранения. Росляков покончил с собой и в списке погибших не числится. В течение года скончался еще один преподаватель, передает Керч-ФМ. Последняя жертва педагог Ольга Грещенко, по словам исполняющего обязанности директора колледжа Дениса Колесника, скончалась от последствий полученных травм этим летом, уточняет российская газета. В связи с годовщиной трагических событий 17 октября в Керчи объявили днем траура, передает пресс-служба администрации города. В организациях и учреждениях прошла минута молчания. Как признался замглавы городской администрации Делевер Мельгазиев, рана в душах керчан все еще открыто и их болит. По его словам, во всех храмах и мечетях города пройдут молебны. Все увеселительные мероприятия в этот день отменены. Началу занятий в самом колледже в этот день предшествовала линейка памяти, в которой приняли участие и представители духовенства. С самого утра на городское кладбище к могилам погибших приходят родственники и керчане. Люди приносят цветы. На кладбище дежурит наряд патрульно-постовой службы. По случаю годовщины трагедии в Керченском политехническом колледже открыли памятный камень, сообщили в пресс-службе Министерства образования, науки и молодежи Крыма. Надпись на памятном знаке гласит «В нашей памяти светлый ваш образ студентам и сотрудникам Керченского политехнического колледжа, погибшим при трагических событиях 17 октября 2018 года». В тот злосчастный октябрьский день помощь пострадавшим в колледже оказывали все медучреждения города. Основной наплыв пришелся на наиболее близкую к учебному заведению горбольницу номер один. Дежурный медперсонал сам не мог справиться с этой бедой. На призыв о помощи отозволить все сотрудники больницы приехали медработники из учреждений, расположенных в соседних районах. После трагедии медики прошли обучающие семинары по оказанию помощи при минно-взрывных ранениях, пишет российская газета. В 2020 году Керченский политехнический колледж отметит 90-летие. Горно-металлургический техникум был открыт как кузница кадров для комплекса Камыш-Бурунского железорудного комбината и металлургического завода имени Войкова. В юбилейном году в зданиях техникума и в общежитии планируют провести капремонт. Исполняющий обязанности директора учебного заведения Денис Колесник отметил, что в этом году колледжу удалось выполнить госзаказ на 350 учебных мест. Он заверил, что в колледже приняты все меры для обеспечения безопасности и антитеррористической защиты. Видеонаблюдение, аварийное извещение, кнопка экстренного вызова. В траурный день в Керчи не обошлось без происшествий. В городе сообщили о минировании одного из почтовых отделений. На место выехали сотрудники МВД и кинологическая служба. Выяснилось, что неизвестные оставили пакет с продуктами. Все правоохранительные органы в Керчи переведены в режим повышенной готовности. А глава Республики Крым Сергей Аксенов в годовщину трагедии в Керченском политехническом колледже рассказал о необходимости усиления охраны учебных учреждений с привлечением сотрудников Росгвардии и технических средств защиты. Это необходимо для недопущения подобных происшествий в будущем, написал он на своей странице в Фейсбуке. Цитата. На сегодняшний день системами автоматической пожарной сигнализации оборудован 71% образовательных организаций, системами видеонаблюдения – 53%, системами контроля управления доступом – 26%, тревожными кнопками – 66%, сказал Сергей Аксенов. Субтитры создавал DimaTorzok